Так, ты вообще уйди отсюда! Так, господа, молчим, запись идет. Наши коптильни коптят. Уберите аудиторию! Посмотрите, какая красота! Как правильно выбрать универсальную коптильню для холодного горячего копчения? Какие есть нюансы, подводные камни, на что следует обратить внимание? Добрый день, меня зовут Александр Торос, я директор компании Сибирские коптильни. Мы производим коптильни уже более 4-х лет, выпустили более 2000 экземпляров. Наши коптильни работают от Владивостока до Москвы. Мы все любим есть вкусное мясо, независимо от того, каким образом оно приготовлено. Шашлык, мангал, барбекюшница. Но рано или поздно такое мясо приедается, и хочется поэкспериментировать, хочется найти что-то новое. И рано или поздно начинаем задумываться о копчении. Если с горячим копчением все понятно и просто, то при холодном копчении выбор уже становится сложнее. А если мы хотим подвялить мясо, подсушить, то оптимальным выбором в данном случае становится одна из наших универсальных коптильен, как на данном примере. Эта коптильня 160 литров, одна из самых популярных, одна из самых востребованных. Что она умеет? Эта коптильня 4 в 1, она может сушить мясо, подвяливать. С помощью нее можно приготовить рыбу, курицу, мясо, как холодного копчения, так и горячего. Почему она настолько популярна? Во-первых, у нее утепленный корпус, что позволяет коптить в минусовые температуры до минус 25. Во-вторых, она очень долговечная, мы даем на нее гарантию 3 года. В-третьих, у нее самый оптимальный, самый большой для загрузки объем на 20-25 кг. Универсальность подобной коптильни не знает границ. Помимо копчения рыбы, мяса, курицы, она еще может сушить фрукты, овощи, коптить сыр. В базовой комплектации подобной коптильни ходит, как я уже говорил, утепленный корпус, крыша двускатная, либо плоская на выбор, терморегулятор, блок управления, выключатели. Внутри камера обшита осиновой вагонкой, один ряд вешал, крючки. Любую коптильню можно укомплектовать дополнительным оборудованием. Дымогенератор сердца коптильни можно установить либо на 3, либо на 5 литров. Можно установить дополнительно термо-щуп. Парогенератор позволяет доваривать продукты после горячего копчения. Внутри камеру можно обшить нержавеющей сталью. Можно установить дополнительные решетки. Можно установить для тех, кто любит вялить, дополнительный воздушный вентилятор, подсветку, колесики. Все, забыл. Также можно установить москитную сетку, слив для того, чтобы было удобно мыть, выдвижной поддон для сбора жира. Обязательно досмотрите это видео до конца и увидите, как этот кусок мяса превратится в сочный, ароматный деликатес. Итак, как закоптить эту вырезку? Прежде всего, замариновать. Рецепт маринада вы найдете в описании к этому видео. Затем мясо нужно просушить в коптильню при помощи конвекции. И затем сам процесс копчения, который займет не более 2 часов. К вопросу о долговечности. Данная коптильня, данная коптильня уже 4 года. Работает она круглый год, все 4 сезона. Как видите, сохранила свой внешний вид. Все функции работают. Все с ней в порядке. Ну вот, прошло уже 2 часа. Мясо готово. Можем доставать. Если вам не очень удобно работать в таком положении, всегда можно заказать дополнительные ножки, как доп. опции. Посмотрите, какая красота. Жалко, что камера не передает тот запах, который сейчас здесь присутствует. Больше о наших коптильнях, о рецептах приготовления мяса, рыбы, вы можете узнать в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании к этому видео. Друзья, готовьте мясо вкусно, готовьте мясо разнообразно, и не только мясо, и готовьте его с сибирскими коптильнями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok